Ом Ти Ви Юэй про Головне. Наши белорусские друзья, хозяева, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает каждым разом его полную неадекватность. Неадекватность и как политика, в котором он пытается себя предъявлять, так и неадекватность как просто человека нормального. Зачем Лавров нападает на Зеленского и при чем здесь Путин? Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в своем выступлении на Минской международной конференции по евразийской безопасности, а также в кулуарах этого форума, собранного Александром Лукашенко, назвал тупой формулу мира украинского президента Владимира Зеленского. Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, формулу мира Зеленского, который взывает капитуляции России. А план победы, недавно предложенный главой украинского государства, Лавров назвал шизофреническим. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы. Не согласился Лавров с предложением Лукашенко, который предложил завершить российско-украинскую войну в ничью, в ничью не получится. Подчеркнул путинский Риббентроп и напомнил о предложениях российского президента, высказанных еще в январе 2022 года, как раз накануне крупного вторжения России в Украину. Эти предложения касались гарантии России отказать бывшим советским республикам в евроатлантической интеграции, а также убрать с территории новых стран-членов НАТО то современное вооружение, которое там появилось после их присоединения к Североатлантическому альянсу. Стабильность в этой части Евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности. Ну, например, в том виде, как они были изложены в наших инициативах декабря 2021 года и были отвергнуты Западом. Уже тогда, в 2022 году, эти предложения Кремля воспринимались Соединенными Штатами и европейскими странами-членами НАТО как нереалистичные, хотя бы потому, что они подвергали сомнению не только суверенитет Украины, Грузии и других бывших советских республик, но и суверенитет самих стран-членов альянса. Фактически, позволяли Москве за них решать, как будет выглядеть конфигурация НАТО в будущем и какое вооружение должно находиться на территории присоединившихся к альянсу суверенных государств. Для нас очевидно, что возвращение к прежним моделям, в которых за главную роль играли Соединенные Штаты с их претензией на исключительность быть не может. Но, как видим, Лавров, а это значит и Путин, не сделали никаких выводов с тех пор, и это позволяет задать вопрос ребром, а на какие такие переговоры с Российской Федерацией рассчитывают те на Западе, кто постоянно говорит о необходимости посадить Владимира Зеленского и Путина за стол переговоров? Неужели они не осознают, что российский руководитель, по крайней мере, в ближайшем будущем, не заинтересован ни в каких переговорах с Украиной, которые не предусматривали бы факт капитуляции соседнего государства с присоединением его территорий к Российской Федерации, то есть выполнение всех задач, которые Владимир Путин поставил перед своей армией в 2022 году, и от которых он ни дня не собирался отказываться? А только подчеркнул, что готов согласиться с тем, чтобы такие задачи были выполнены не только военным, но и политическим путем. Об этом постоянно говорят в Кремле, когда напоминают о целях так называемой специальной военной операции, объявленной Путиным уже в далеком феврале 2022 года. В России не осталось другого выхода, кроме как защищать своих соотечественников, по большому счету, братьев и сестер. Поэтому из этих заявлений Сергея Лаврова следует сделать реалистичный и правильный вывод. Никаких переговоров между Россией и Украиной, возможно, не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы, не предусматривается. Все упирается в одного человека. Единственные договоренности возможны только по гуманитарному треку, если в этом будет заинтересованность российского руководства. Если какие-нибудь переговоры и будут, они будут связаны исключительно с тем, что в Российской Федерации не будет хватать финансового, военного и демографического ресурса для продолжения противостояния с Украиной. В нем Путин и его соратники видят экзистенциальное противостояние с Западным миром, которое должно закончиться не в ничью, а победой России, уничтожением Украины и унижением Западного мира. Чтобы Соединенные Штаты и страны Западной Европы уже никогда, никогда не вмешивались в российскую сферу влияния и не объясняли Путину и другим кремлевским мафиози, где идут границы Российской Федерации, а где нет. Где сфера Российской Федерации, а где нет. Москва собирается решать это своими силами и путем силы, а не переговоров. Мы знаем, чего мы добиваемся, мы этого добьемся так или иначе. Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог залезать рано, не будет. И когда Лавров говорит о чьей-то шизофрении, следует помнить о политической шизофрении российского политического руководства, которое также базируется на поддержке подавляющего большинства шовинистически настроенных граждан Российской Федерации. Мы хотим, чтобы и бомбили украинские города, но мы вынуждены это делать. А пока мы говорим о возможности переговорного процесса, Россия продолжает строить параллельный мир. Вот эта самая Минская конференция по безопасности, на которой выступал Лавров, является прекрасным доказательством тому. Россиян больше не приглашают на Мюнхенскую конференцию. Не хотят слышать их представления о том, как выглядит мир, потому что российские политики теперь с точки зрения любого цивилизованного человека – кровавые агрессоры. Ну и что? Россияне предложили создать свою конференцию в Минске Лукашенко. И эта конференция стала для белорусского диктатора еще и трибуной для того, чтобы произносить свои так называемые миролюбивые речи и предлагать участие Беларуси в вымышленных мирных переговорах между Россией и Украиной. Как будто Беларусь действительно остается до сих пор не частью агрессивной структуры России. Будто с территории Беларуси не происходила агрессия против нашей страны. Как будто Лукашенко и Путин постоянно не обсуждают возможность участия белорусской армии в военных действиях на украинской земле. А наоборот, Беларусь – такой посредник, который пытается спасти ситуацию на европейском континенте, да еще и Украину от неизбежного, с точки зрения Лукашенко, поражения в этой войне. Мы знаем эти обмены, размены, понимаем, сколько людей обменивается. Могу вам последний пример привести. Россияне вернули им полтысячи человек, они меньше ста. Восьмидесяти уже и пленных россиян там нет. Вот так и война идет один в десяти. Вот вам и вся сущность российских политических намерений. Если Россию изгоняют из реально существующих международных структур, она строит зазеркалье, создает параллельную систему международных форумов, да еще и находит на Западе политиков, готовых собственным присутствием убедить, что это не зазеркалье, а реально существующий и авторитетный политический мир. Вы знаете, мы не пытаемся кого-то копировать. Безусловно, посещаемость – это важный элемент значимости события. И число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось. Увеличилось количество стран, которые здесь представлены. На форуме BRICS в Казани, как известно, рядом с Путиным, находился генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он встречался не только с Путиным, кстати, но и с белорусским диктатором Лукашенко. А на Минской конференции по евразийской безопасности был не только Сергей Лавров, но и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, который саркастически сказал, что надеется, что Европейский Союз не будет сердиться на него за эту поездку. А на самом деле сам прецедент того, что министр иностранных дел страны, председательствующий в Европейском Союзе, отправляется на международную конференцию к диктатору, который узурпировал власть и предоставил площадку для агрессивных выступлений министру иностранных дел Российской Федерации. Это, конечно, позор и для Европейского Союза, и для НАТО, в которых Венгрия продолжает без каких-либо реальных последствий для себя отстаивать альтернативную позицию. Это печально, печально. Всем это все понятно. Ну и тогда мы понимаем, почему Сергей Лавров, будучи политическим шизофреником, называет шизофреником других, потому что имеет возможность и имеет союзников. И не забудьте, Александр Григорьевич Лукашенко, выступая только что здесь, с этой трибуны, пригласил всех нас на следующую конференцию в 2025 году. Просроченные, отмечают журналисты, не стремятся к переговорам и рассчитывают вернуть утраченную территорию. Вы не поверите силой западного оружия. Forbes сообщает, что Киев перебросил в Курскую область свои лучшие танки. Издание пишет про шведские танки СТРВ и немецкие «Леопарды». Их переброска по версии Forbes указывает на то, что Зеленский считает Курскую область стратегическим направлением для Украины.